Заседание рабочей группы открыл глава городского поселения Сергеев Посад Константин Нигурица. Борьба с борщевиком Сосновского в регион идет уже несколько лет. С переменным успехом. Проблема существенна. Борщевика, вы сами знаете, у нас много. И мы договорились сегодня встретиться и обсудить вообще саму систему, где у нас сбои. Вопрос острый и болезненный. Так, по мнению Константина Нигурица, в нем есть ряд нестыковок, связанных с разграничением полномочий. Область исключила из полномочий своих контрольных органов контроль за проведением мероприятий по удалению земельных участков борщевика Сосновского. То есть технический надзор, техническая инспекция этим вопросом не занимается. Соответственно, вопрос, кто ответственный за контроль за проведением мероприятий по удалению земельных участков борщевика Сосновского. С моей точки зрения, за это отвечает поселение. Органы местного управления, поселение. В связи с тем, что вопросы благоустройства находятся в их компетенции, поэтому я сейчас не говорю за удаление, я говорю о контроле за проведением мероприятий. Чтобы справиться с проблемой, необходимо действовать сообща. В рамках обсуждения рабочая группа заслужила доклад главы сельского поселения Шеметовской Татьяны Борониной. На протяжении последних трех лет у нас в поселении есть программа, в соответствии с которой мы ведем борьбу с Борщинком. В этом году мы видим результаты труда прошлого года, но этого недостаточно. Уже в этом году мы обработали 400 гектар земли, которая была подвержена этим зарослям. И уже сегодня мы видим эффект, он же в севере. Это можно визуально уже наблюдать. Но это те земли, ответственность за которые несет именно поселение. На сегодняшний день обработка зараженной территории еще ведется в Шеметово-Лазе-Березняках. Отдельный пункт борьбы – заброшенные частные земельные участки, где борщевик цветет, что называется, пышным цветом. Для нерадивых хозяев таких земель предусмотрены штрафы. Для физических лиц от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных от 20 до 50 тысяч, для юрлиц – от 150 тысяч до миллиона. Еще один вопрос – зона ответственности властей, поселений и дорожников. Для обмена оперативной информацией было решено создать общую группу в соцсетях. Кроме того, представители районной администрации призвали глав поселения активнее использовать и пусть небольшие, но финансовые вливания из областного бюджета. В борьбе, как говорится, любые средства хороши. Татьяна Трушкина, Сергей Власов, День города.